Спортивный комплекс Аль-Лей-Батор недавно отметил 20-летний юбилей. Здесь во время международных спортивных игр «Дети Азии» пройдут соревнования по художественной гимнастике, дзюдо и тэквадо. Узнаем, какие ремонтные работы проводятся здесь. Ледовый дворец Аль-Лей-Батор частично закрылся на ремонтные работы 1 мая. До 30 мая работали гимнастические и художественные залы, пока не начались лакокрасочные работы. На сегодняшний день на объекте проводится косметический ремонт, внутренние и наружные отделочные работы и монтаж электрооборудования, а также замена осветительных приборов на светодиодные лампы. 1 мая уже остановились занятия, уже лед растопили, и где-то через две недели мы начали ремонтную работу по всему зданию. На первом этаже покраска здания, кабинетов, ремонт кафеля, ремонт туалетов, и мрамор, частичный ремонт, лестничные площадки на улице и внутри первом этаже. Сейчас эти ремонтные работы на первом этаже покраска закончилась, на втором тоже закончили, и на третьем этаже тоже закончили. Все покраска закончилась. Остался вот ледовый каток, внутри катка мы работаем по антипожарному, фермы красим, и после этого мы уже начнем работать, внутри уже краска стен будет, краска. Основная работа по ледовому дворцу вот такая. Как и в других спортивных объектах, все раздевалки ледового дворца подверглись капитальному ремонту, включая и душевые кабины. Ржавые советские краны и заплесневевший кафель ушли в прошлое, и их заменила новая сантехника и современное покрытие. Вот такие раздевалки мы сделаем с той стороны, две раздевалки, вот как вот это, да, как вешалки. И вот душевые, как вот здесь мы тоже сделаем на той раздевалке. Вот уже новая душевая, тут покраска осталась потолка. И во всем ледовом дворце мы нынче поменяли все электрические лампы на энергоизбергающие, на светодиодные. И будем надеяться, что экономия будет очень большая с этого года. Много денег уходит, да, на электрические лампы? Да, конечно, очень много. Такое здание большое, и все залы горят. Практически лед с утра до вечера, с шести утра работает, до двенадцати ночи, и все время горит лед. Это очень много энергии. Мы на лед тоже купили этот энергоизбергающий ламп. На ремонт второго и третьего этажа ушло полтора миллиона рублей. Сметы на наружные работы и первый этаж составили 2 миллиона 700 тысяч рублей, которая включила масляную покраску металлических поверхностей, демонтаж подвесных потолков, частичную замену мрамора на первом этаже и на наружном лестничном пролете, замену стальных флагштоков и покраску стен на первом этаже. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на ремонт ледового дворца ушло чуть более 4 миллионов рублей. К слову, на втором этаже не только свежели цвет стен, но и планируют нанести рисунок – образ хоккеиста, шортретиста и фигуристки. Это была идея свободных художников, учащихся одного из учебных заведений Якутска, которые сами предложили на бесплатной основе нанести рисунки на стену. Тут будут проходить соревнования с 6 по 8 художная гимнастика, с 9 по 12 дзюдо и с 13 по 15 будет проходить тэйквондо. Тренировки, скорее всего, будут проходить в зале хореографии. В прошлые игры хореографии тренировались, например, по зидо, по тэквондо. Тренировочный процесс, ну, во время соревнований. А остальные тренировки, пока заявки нет, мы работаем до 15-го, ремонтные работы будут до 15-го июня. После этого будет приемка, аккредитация объекта. Самое объемное у нас, ну, вот, сами видите, фермы красить. Это очень сложно, альпинисты красят. И вот самое большое, 1800 квадратов нужно покрасить стены. Ну, по срокам мы успеваем, в льдовом дворце все нормально по срокам. Уже ближе к середине июня дирекция международных игр «Дети Азии» заменит и наружные баннеры и вывески, а ближе к июлю проведут промывку фасада здания. Надежда Ефимова, Николай Неабутов, ЕСЯ. Продолжение следует...